Отдельное спасибо моему подписчику сегодня, который поделился со мной ссылкой на удивительный блог. Вот не хочется делать рекламу дебилам, но, к сожалению, невольно придется это сделать. Каналу всего год, на канале почти 200 тысяч подписчиков. И там странный парень, явно психически нездоровый. Ну, вы посмотрите и сами оцените, правильно ли я делаю о нем выводы, который якобы рассказывает правду о Западе, в кавычках. Я для себя назвал его погремушкой. Почему? Потому что гремит, говорит, что-то говорит, говорит, но все бестолково, все бестолково. Запад плохой, Запад загнивает, вот нас хотят на Запад, да мы же лучше, чем Запад. И все-все-все вокруг этого. Но интересно не это, а посмотрите, снимает он в американской глубинке, на американской остановке. И несет весь этот свой погремушечный бред. Просто слушая его, вот даже отключайте немножко слух, а просто визуально смотрите, на фоне чего все он это несет. На фоне абсолютно идеально чистой остановки. Обыкновенные остановки в провинциальном городе, где сидят спокойно и ходят люди различного цвета кожи. Чернокожие белые мексиканцы все подряд. Никто никого не напрягает. Идеальные современные автобусы. На одном автобусе впереди, там, кстати, посмотрите, даже велосипед прикреплен, если у кого-то из человека есть велосипед, то вот он попросил, ему перевезли. Дальше в кадре попадает минимум три инвалидных кресла, которые я увидел, на идеальном ходу. То есть людям нужно только нажимать на кнопочки. Причем три разных варианта, да, не одно и то же, а три разных варианта. Теперь пандусы по ходу всего видео, да. То есть инвалид может спокойно въехать, съехать везде, заехать в автобус. Дальше есть табели, или табло, наверное, по-русски, где расписание автобусов, что во сколько приходит, куда уходит. То есть автобусы ходят, соответственно, расписанию. Ну и в общем, в целом, дизайн этой обыкновенной остановки в глубинке, где-то там в Техасе, или где он там снимает, да. И после всего этого мы посмотрим, как же живет, ну, та самая страна, которая ни в коем случае не должна походить на Америку. Потому что Америке конец. Если вы послушаете этого блогера, то у вас не будет никаких сомнений, что Запад окончательно загнил. Уже просто находится в фазе разложения. И, конечно же, я еще раз благодарен своему подписчику, я от души посмеялся над этим, ну, грех, конечно, смеяться над больными, но над этим странным блогером. И за год он набрал почти 200 тысяч подписчиков, тех, кто на самом деле, смотря вот на это, продолжают в его комментариях писать, Ты прав, брат, Западу конец, нам с ними не по пути, они разложились полностью, демократии нет, ничего нет, и так далее, и тому подобное. Я продолжаю думать, и подобные блоги наталкивают меня снова на эту мысль. Этих людей в России, может быть, кормят специальными продуктами, может быть, их как-то облучают, да. Они находятся в стране, где порядок, где чистота, где технический прогресс. И он ходит там с отмороженным совершенно взглядом и продолжает нести бред по поводу того, что Запад загнивает. Вот как это так? Он визуально в мозгу не может обрабатывать информацию? Или он вообще оторван от ситуации в России и не понимает, что та же Москва, Питер, это далеко не вся Россия? Ну вот, давайте просто посмотрим. И никаких лишних комментариев. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Мне так смешно всегда, когда меня какие-то недалекие умы в пропагандисты записывают. Люди, наверное, не понимают, что... Еще главное, говорят, агент Кремля. К сожалению, я не агент Кремля. Более того, я вам скажу, Кремлю это нахер не вперлось. Если бы это кому-то надо было, таких, как я, были бы сотни, было бы финансирование, была бы целенаправленная какая-то работа по спасению молодых умов. Вы понимаете? И это несложно. Просто все, что нужно делать, это рассказывать правду. Тупо правду, вот как я. Снимать, ходить и все. Ну, никто этим не занимается. Я так же, как и многие, был в свое время одурачен просто. Вот тем потоком информации, которые я получал, живя в России, совершенно искаженное было представление об Америке. Потом я сюда приехал, и первая мысль, которая у меня возникла, знаете, какая? Какого хера мне об этом никто не говорил? Что за херня? Я всегда думал, пропаганда, там, это, да. Всегда думал, наша власть, там, что-то очерняет Америку. Оказалось, не то, что не очерняет, я вообще пофиг. Пожалуйста, перед тобой информация, сними, там, я не знаю, профинансируй какую-то журналистику. Блогерам какими-то помоги, еще что-то. Они просто снимут и расскажут людям об Америке. Никто этим не занимается, ребята, абсолютно. Вот такие, какие, ходят одиночки, и там что-то пытаются рассказывать, а им еще за это, представляете, выписывают всякие неблагодарные, так сказать, лейблы на них, ярлыки вешают. И вот проблема номер один, это ментальность, ментальность людей. Всем привет. Въезжаем в Медухово, Медухово, не знаю, это Брейтовский район Ярославской области. Скажем так, глубинка России. Народ здесь живет за счет только охоты, рыбы и леса. Вот через лес получается здесь 300 метров, и уже Рыбинское водохранилище, Рыбинское море его называют, 20 на 40 километров. Срубы старые. Работа здесь только на рыбных частных заводиках, типа рыбхозных. А я сюда часто приезжаю за рыбой. У меня тут знакомец живет, познакомились, рыбак Олег Малога его называю. Он сам родом из Малоги, которая затопленная. 270 городов и деревень была затоплена, когда Угличинская АЗС строилась. Вот его сруб. Сейчас мы заедем в магазин, а потом к нему гости. Вот это ли, вот этот сруб, его не помню. Зарывы, а вон он. Чистит снег. Малога. Вообще, массовый легализованный гипершпионаж со собственными гражданами, да? Политическая цензура, стопроцентная. Перевооруженная до зубов полиция. Полнейшее социальное неравенство, расслоение, да, массовое. Никакого малого бизнеса. Сплошная корпоратократия просто. Клановость абсолютная. Одни и те же элиты правят. Какая демократия нахер? Какие свободы? А что вообще вы говорите? Абсолютная античеловечная, недоступная система здравоохранения на грани просто какого-то массового мошенничества. Насильственно навязанные ценности всем вообще, которые противоречат каким-то даже биологическим законам. Они говорят о какой-то демократии. Вы почитайте эти комментарии. Это же придурки просто. Как можно писать такое? И вот этих людей взрастила власть, общество, да? Людей, ненавидящих собственную страну любой ценой. Вот так живут в глубинках России. Казалось бы, 350 километров от Москвы. Олега уже третий год. Прошу, говорю, купи телефон себе. Он говорит, зачем нужен он мне? И так все знают, где живу, да? Сейчас откроют, будет видно что-то. Ну, здесь сено хранится. В случае, как по-нашему сарай называется, это сенит по старорусскому. А там уже подполье. Там дрова. Ну, здесь же и туалет. В целом, я вижу обратную несправедливость. То, что любой, кто пытается открыть глаза как-то, да, сказать правду, тут же испытывает на себя массовое давление, нападки вот эти. В интернете, везде, понимаете, высмеивание, вытравливание. Вы знаете, сколько мне пишет иммигрантов? Сотни людей мне уже написало. И чем больше человек здесь живет, тем он пишет, знаете, что вот, как же ты прав. То есть, я прожил там-то. Со всех штатов мне пишут люди, которые с 10, 20 лет живут, 15 лет живут. И вот у меня есть небольшое обращение ко всем иммигрантам, ко всем этим людям. Не молчите. Начинайте записывать свои блоги. Вы понимаете? Когда этим занимается один, два, три человека, их можно окрестить сумасшедшими, проплаченными, неадекватными. И когда это начнут делать сотни и тысячи, никто уже ничего не сможет противопоставить этому. Поэтому каждый из вас, начните писать свои собственные блоги и рассказывать правду о жизни в Америке. Вот у меня к вам такое послание, такой призыв. Я вот это хотел сказать. Хожу до центра. Что-то от школы отходил, там куча народу. Посмотреть на охоту. Вот. Может, последние новости узнаем какие-нибудь. На, накладку будешь забивать сперва пробовать? Ну-ка, попробуй накладку забей. Кратко идет. Не, нормально пойдет. Я сейчас забью сейчас. О-о-о. Хватится еще. Схватится. Схватится. Бля. Бля. Отсула. Вот так вот уходим за водой. Один колодец. Один вот этот рабочий колодец на всю деревню. И там две колонки, по-моему. Рабочие. И все. Был точно такой же пристройка была. Вот ее разобрали, часть увезли в опарино. И часть вот сделали вот-вот здесь вот в прихожей. Вот и баня. Вот и вся баня. Никаких понтов. Вот здесь дождь капает. Бочка здесь ставится. Блядь. И вода стекает в бочку. Отсюда же берется вода в баню. У нас вода, кстати, очень хорошая. А постоянно ходить на колодец это далеко. Ну, как далеко через три дома. Все равно в ведрах таскать. Дрова есть. Все как бы. Все четко вообще. Дрова. Тут баня. Это кухня летняя. Но ее тоже надо поднимать. Она уже тоже вся подкосилась. Вот эту херню надо тоже заменить. Вот рубероид. Вот рубероид. Вот настоящий рубероид. Сто лет ему. Уже я не знаю сколько лет этому. Сейчас новый рубероид взять в магазине. Повесить. Два месяца. Все. Рубероид весь. В это вздохнет. И парадокс. Знаете в чем? Что они считаются высококультурными приспешниками западных ценностей. Можете себе представить? А при этом тех, кто патриотично настроен, они считают быдлом. Представляете, насколько вот ситуация. Идиотская просто. Да. И каждому дураку сейчас понятно, что происходит в мире. Происходит вот в этих современных условиях геополитического противостояния просто идеологическая война. За этой ширмой идеологии уже последний дурак давно видит на самом деле. Все кроме этих идеализаторов запада. Которые безнадежно просто отстали в своих примитивных представлениях о западе. Понимаете, да? Никаких западных ценностей давно уже не существует на западе. Вот о каких западных ценностях они говорят. Вот в самих штатах уже идет откат от классического западного капитализма. Полным ходом идет построение нового общества. Демонтаж вообще всей демократии. Полное сворачивание свобод. А они тут с пеной рта кричат про какую-то демократию. Отдельные представители властей, пытающихся заточить наше общество под западный формат. Это жесть, что происходит. И вообще я считаю, что у России не так много времени, чтобы исправить ситуацию до полного звездеца. Потому что процент таких людей, по-моему, все больше и больше становится. Я в одиночку не могу противостоять всей этой дебилизации, знаете, и такие, как я. Поэтому вот такой у меня призыв, обращение к вам. Я вижу огромное, огромное вообще, особенно вот в умах молодых людей, искаженное представление о неком мифологическом, мифическом, знаете, западном обществе. Да что ты, черт побери, такое несешь? Спасибо. Спасибо. Спасибо.